Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство L-2-61-011-3 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. Новости на Бизнес-ФМ Ростов. У микрофона Вартан Синиджанс. Здравствуйте. Коротко, главные темы. Ростовский ритейлер расширяется. Ассортиэкспресс в течение следующего года планирует получить статус Федеральной торговой сети. Новая схема движения. В конце ноября участок улицы Тельмана станет частично односторонним. Подняли панику. В соцсетях активно обсуждают, что в Ростове на крепостном Горького накануне вечером снесли рынок. Однако в администрации нам сказали, что это лишь реконструкция. Госуслуги это просто. Более полумиллиона жителей Ростовской области уже пользуются обновленным порталом. Насобачились. В новочеркасском Макдоналдс бродячие псы устроили ночлег прямо на столах. Теперь кафе проверит Роспотребнадзор. Накануне вечером в соцсетях появилась информация, что рынок на крепостном Горького в Ростове сносят. Панические посты сопровождают фотографии и подпись «Ликвидация рынка на крепостном Горького». Людям сказали до утра всем исчезнуть. Отключили свет. Каждый сам себе ищет способы увезти товар и ларек. Обещают торговые ряды за три дня. Как пояснили корреспондентам «Бизнес.ФМ» в администрации города, ни о какой ликвидации рынка речи не идет. Просто собственник компании «Лео» и «Я» решил реконструировать торговые ряды, говорит пресс-секретарь Ростовской администрации Дарья Кораблева. Ну, в общем, по информации о администрации Кировского района, это тоже не совсем рынок, комплекс торговых павильонов. Существует он там законно. Собственник общества «Завременно-отечественное селье «Лео» будет и проведена реконструкция этого комплекса торговых павильонов, что начался первый этап. Продвижить до менее 10 павильонов, что, значит, 4 павильонов будут установлены новым типом, который, здесь так можно увидеть по городу. При этом сумму приоритетного для Кировского района Ростова инвестпроекта и сроки его реализации в администрации уточнить затруднились. В Ростове улица Тельмана станет частично односторонней, сообщает городской департамент автодорог. Речь идет не обо всей улице, а лишь о небольшом участке от переулка Халтуринского до Островского. Нововведение планируют ввести с 26 ноября. Тем временем на месяц перекроют улицу Береговую в створе Ворошиловского моста. С 24 ноября по 24 декабря там будут производиться работы по демонтажу железобетонного пролетного строения. Напомню, строительство нового Ворошиловского моста начали в сентябре 2013 года. Проект стоимостью около 6 миллиардов рублей фактически подразумевает возведение двух трехполосных мостов, один из которых открыли 11 августа этого года. От старого моста останется только фундамент, который значительно укрепят. Ростовский ритейлер Ассортиэкспресс в течение следующего года планирует получить статус федеральной торговой сети. Для этого необходимо увеличить количество магазинов до 500. На текущий момент их количество превысило 300. Проект развивается за счет собственных источников. Помимо южного и северокавказского федеральных округов, Ассортиэкспресс расширяет присутствие в регионах Центрального федерального округа, Москве, Санкт-Петербурге и на Урале, говорит генеральный директор группы «Агроком» Сергей Сопотницкий. Из глобальных федеральных сетей, которые в этом же формате развиваются, это «Красное-белое», это «Бристуль», небольшие магазины подакцизных товаров. То есть это магазины площади порядка 10 квадратных метров, которые торгуют табачной продукцией, алкогольной продукцией, ну и такими сопутствующими товарами, быстрого спроса, скажем так. Формат у них такой, это ни в коем случае не формат перекрестка, или там пятерочки, или магнита. То есть это именно магазины в большей мере подакцизных товаров. Напомню, Ассортия Экспресс стала одной из первых российских сетей, вышедших на рынок Крыма. Как пишет деловой квартал, еще в апреле руководство ритейлера объявило о планах открыть на полуострове гипермаркет, 6 супермаркетов и 35 мини-маркетов, вложив более 200 миллионов рублей. Госуслуги – это просто. Более полумиллиона жителей Ростовской области уже пользуются обновленным порталом. Как рассказал министр информационных технологий и связи региона Герман Лопаткин, ресурс стал популярнее буквально за полгода. Это может быть связано с упрощением интерфейса портала. Если на начало года у нас было 325 тысяч пользователей Ростовской области, на сегодняшний день эта цифра уже чуть более 550 тысяч. Этот прирост обусловлен как раз упрощенной процедурой приема заявок по самым интересным и самым востребованным услугам и введением онлайн-информеров по ряду услуг. По словам Лопаткина, были выпущены мобильные приложения, которые работают в качестве информеров по задолженностям пользователя в ГИБДД, налоговой службе и службе приставов. Также была проведена регламентация услуг, предоставляемых порталом. Получить их стало проще. Их разбили на синхронные, когда услуга предоставляется сразу после запроса, и асинхронные, когда запрос на предоставление услуги может обрабатываться до пяти дней. На портале сегодня реально предоставляется более двух тысяч услуг. Все услуги, особенно те, которые касаются муниципальных образований, они типизированы. Мы ушли сегодня от так называемого зоопарка, когда у нас одна и та же услуга, имела 55 разных названий, 55 разных мотивов документов и всего остального. В ближайшее время на портале запустят полноценный раздел для оплаты услуг основных операторов ЖКХ, в том числе и услуг управляющих компаний Ростовской области. По мнению министра связи, это привлечет еще больше пользователей на сайт электронного правительства. Роспотребнадзор начал проверку ресторана быстрого питания Макдоналдс в Новочеркасске. Там, пожалуй, горожан обитают собаки. Как сообщает бизнес-портал Новочеркасска, посетители кафе фастфуда пожаловались в ведомство на то, что на столах кафе, выставленных на улице, по ночам лежат бродячие собаки. Сотрудники заведения считают, что проблему должна решить администрация города, а не руководство ресторана. Но Роспотребнадзор другого мнения. Ведомство начало проверку по данному факту. Если информация, поступившая от местных жителей, подтвердится, Макдоналдс придется заплатить штраф. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка на выходные – 63,68 рубля за доллар и 69,26 рубля за евро. И о погоде. Выходные в Ростове по-настоящему осенние. Температурный поток в ближайших двух дней 8 градусов выше нуля. Испортить впечатление может только пасмурное небо в воскресенье. По ночам столбик термометров не опустится ниже плюс одного. Ветер ожидается в основном восточный – не более 4,5 метров в секунду. Только ко второй половине воскресенья он развернется на юг. Атмосферное давление в выходные – 762 миллиметра ртутного столба. В понедельник все еще тепло, плюс 8, но ожидаем дождь. Во всяком случае, так предвещает интернет-сервис «Яндекс.Погода». Афиша на «Бизнес.ФМ.Ростов». Здравствуйте. О самых интересных культурных событиях Ростова и области расскажу вам я, Наталья Тарасова. Комедия, триллер, фантастика и драмы. В Таганроге пройдет фестиваль европейского кино. Зрители увидят картины итальянских, французских, ирландских и российских кинематографистов. Сеансы будут проходить с пятницы по воскресенье в молодежном центре. Самый сказочный, по мнению европейцев, сюжет о доброй белоснежке в балет превратили всего 10 лет назад. Это был грандиозный проект, над которым трудились молодые и талантливые художники и композиторы. Спектакль вышел красочным и эффектным. Ростов-на-Дону стал третьим городом в мире после Будапешта и Таллина, где его поставили. Два представления дают в музыкальном театре 7 и 8 ноября. Комедию «Бомарше» «Севильский цирюльник» на сцене театра ставили многие. Самой успешной постановкой считалась опера на музыку итальянца Джованни Поезиелло. 24-летний Рассини попросил разрешение у маэстро реализовать свой вариант похождения Фигара. Тот, предвидя провал юного наглеца, любезно согласился. А зря. Арии из оперы Рассини на слуху у каждого. А вот о Джованни Поезиелло в курсе лишь истинные знатоки классики. Опера «Севильский цирюльник» на музыку Рассини идет в Ростовском музыкальном в пятницу. Начало в 19.00. Драматург Христо Бойчев до 30 лет работал на маслобойном комбинате. Потом написал пьесу и сразу прославился. В 87-м он был даже драматургом года у себя в Болгарии. Историю о жителях захолустной станции, к которым нежданно-негаданно приезжает великий иллюзионист и круто переворачивает привычный уклад, поставили в Ростовском молодежном театре. Мэнни-мен-шоу «Оркестр «Титаник»» – именно так называется спектакль – покажут в пятницу в 7.00. Джон Смит, а по-нашему Иван Кузнецов, с утра до вечера крутит баранку. У него две жены, которые не знают о существовании друг друга. Но вот герой совершает благородный поступок, спасает бабушку от хулиганов. И это становится началом его разоблачения. Комедию «Рея Куни» – «Слишком женатый таксист» покажет в воскресенье в театре имени Комиссаржевской в Новочеркасске. Молнии, порывы ветра, всплеск волны, писать с натуры немыслимо, а художнику в этом помогает его воображение, писал об особенностях своего творчества Иван Айвазовский. Известный маринист был армянского происхождения и, конечно, не мог не побывать на Дону. В Таганрогской колонии для малолетних преступников он подарил картину на евангельский сюжет «Хождение по водам». Но этот факт в связи с пропажей полотна весьма размыт. Зато в Музее Донского казачества в Новочеркасске хранится рисунок Айвазовского «Маяк». Сейчас его можно увидеть в Музее изобразительных искусств в Ростове. Там же можно посмотреть картины на морскую тематику и других известных русских живописцев. Среди них Василий Поленов, Константин Первухин, Иван Крылов и Николай Дубовской. Выставка «Стихиевод» в пространстве времени будет работать до конца ноября. О культурной жизни Ростова и области рассказывала вам я, Наталья Тарасова. До встречи. Бизнес-ФМ – единственная радиостанция России, которая сообщает вам главные новости именно в тот момент, когда они происходят. Бизнес-ФМ – первое для первых.